МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рано утром 22 июня 41 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 180 вражеских дивизий атаковали границы нашей страны от Балтики до Черного моря. И тогда, и спустя почти 70 лет, остается вопрос. Как могло случиться, что наша страна оказалась не готовой к тому, чтобы защитить свои границы от возможного нападения? Неужели наши разведчики не смогли проинформировать Москву о планах Гитлера? И почему Сталин упорно отказывался верить любым донесениям на эту тему? Насколько они были точными? Советский резидент в Японии Рихард Зорге сообщил о нападении Германии на Советский Союз практически за два месяца до начала войны. И в деталях описал план действий вермахта. Его объявили паникером и провокатором. Почему же Сталин не поверил Рихарду Зорге? 6 сентября 1933 года к причалу японского города Йокогама пришвартовался комфортабельный океанский лайнер. На берег в потоке пассажиров сошел и мужчина средних лет. В кармане у него был германский паспорт на имя доктора Рихарда Зорге. Офицеру пограничной службы он представился корреспондентом нескольких известных европейских газет и сообщил о своем намерении работать в Токио. Тщательная проверка его багажа не выявила ничего предосудительного. В те годы Япония была одной из самых закрытых стран мира. На содержание спецслужб здесь расходовалось в 5 раз больше средств, чем в Великобритании со всеми ее колониями. И в 80 раз больше, чем в США. У них колоссальная связь полицейского наблюдения. У них, понимаете, если вы идете по улице, вот здесь вы были, прошли, пошли, 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 сообщает полиция, мимо меня проходил такой-то человек-иностранец. С будочкой сидит наблюдатель. И он стоит. А если иностранец, какой-то вопрос, он отвечает, поясняет. Они в большинстве случаев по-английски могли. Они редко по-русскому понимали. А Зоргий прекрасно разговаривал по-английски. К этому времени обстановка на дальневосточных границах СССР обострилась. Дерзкая политика Японии, которая готовилась к захвату новых территорий на континенте, привела в 31-м году к началу оккупации северо-восточной части Китая, Манчжурии. К середине 33-го года Манчжурия была уже полностью захвачена частями Квантунской армии. Здесь Япония создает плацдарм в будущей схватке за господство в Азии. На территории созданного японцами нового марионеточного государства Манчжоуго строятся аэродромы и военные базы. Новые железные и шоссейные дороги прокладываются к Забайкалью, Амуру и Приморью. В этих условиях советская военная разведка активизирует свою работу на Дальнем Востоке и отправляет в Токио нового резидента Рихарда Зорги. Он должен работать под журналистским прикрытием, как корреспондент нескольких европейских газет. Зорги умел быть интересным для интересовавших его людей. Поэтому люди к нему тянулись, они хотели от него что-то услышать, журналисты иностранные, дипломаты, японцы. И не только о Японии, вообще ситуация на Дальнем Востоке, он блестящий знал, это китайские дела, там и Манчжоуго, и прочее, прочее. В архивах главного разведывательного управления до сих пор хранятся материалы дела, заведенного на Рихарда Зорги ровно 80 лет назад. Зорги Ика Рихардович. Родился в Баку в 1895 году. Отец немец, инженер по нефтедобыче. Мать русская домохозяйка. Рихарду не было и трех лет, когда семья переехала в Германию. В Гамбургском университете он получил степень доктора государственного права. Член компартии Германии с 19-го года, член ВКПБ с 19-го года. Тогда же получил советское гражданство. В разведуправлении Красной Армии с 29-го года. Оперативные псевдонимы Викс, Рамзай, Инсен. Женат дважды. Первая жена, немка по национальности, в настоящее время проживает в США. В 29-м году в Москве женился на Максимовой Екатерине Александровне. Детей не имеет. Политический совершенно не проверен. Имел связь с троцкистами. Политического доверия не внушает. Путь в разведку немецкого коммуниста Зорги лежал через Коминтерн. После того, как в декабре 1924 года он был принят на работу в информационный отдел исполкома этой международной организации. Здесь заметили талантливого немца. И через три года пригласили в наиболее законспирированное подразделение штаба мировой революции. Отдел международных связей. Этот отдел фактически отвечал за сбор и обработку разведывательной информации по линии братских коммунистических партий. После трех удачных загранкомандировок в европейские страны Ика Рихардович Зорги был вызван в генштаб Красной Армии. Он же не был профессиональным разведчиком. Он был максимум нелегальным работником партийной. А ведь это все-таки разница. Партийный нелегал или это разведчик. Значит, он учился работать буквально в течение двух лет в Китае. Зорги не заканчивал никаких курсов разведшколы. А был взят на работу после беседы с глазу на глаз с первым начальником разведуправления Яном Берзином. Активизация японских военных на Дальнем Востоке диктовала в тот момент принятие нестандартных кадровых решений. И после двух лет в Китае его Берзин направляет в Токио. Вот вам, так сказать, резидент разведывателя управления имеет стаж два года. Причем в Китае, где условия резко отличающиеся от японских. В Токио Зорги активно включился в работу. Но создание новой агентурной сети шло медленно. Это вызвало резкое недовольство в центре. Ян Берзин, передавая дела новому начальнику разведки Урицкому, посоветовал тому либо отозвать Зорги совсем, либо вызвать в Москву. В 1935 году Урицкий все же вызывает Зорги для доклада в Москву. Перед этим он выделил русской жене Зорги Екатерине Максимовой квартиру в престижном районе Москвы на Софийской набережной. Зорги проживет здесь лишь несколько недель и уедет с женой на отдых в Сочи по чужим паспортам, выданным Урицким. Тогда еще Зорги не мог предполагать, что его жена Екатерина, продолжавшая жить в этом доме вместе с дочерью от первого брака, будет арестована и выслана из Москвы. Осенью 1935 года Зорги возвращается в Токио. Снабдив резидента новыми инструкциями, центр подобрал Зорги и нового радиста. Это был хорошо проверенный профессионал, одним из главных качеств которого было умение быстро налаживать не только радиосвязь, но и успешно вести финансовые дела. Немецкого коммуниста и советского разведчика звали Макс Клаузен. Псевдоним ему для работы в Японии дали довольно необычный – «Кристиансы». Для прикрытия он основывает в Токио фирму по изготовлению копировальной техники, средства от которой с начала 1941 года стали основным источником финансирования группы Рихарда Зорги. 4 октября 1935 года Зорги отмечал свое 40-летие в немецком ресторане «Рейнголь». Это было небольшое, уютное заведение, где хозяин-немец заботливо воссоздал дух немецкой пивной. Здесь даже японки-официантки носили немецкие имена. В тот вечер Зорги обратил внимание на одну из них по имени Агнес. На самом деле девушку звали Ханака Исии. А у него была связь с японкой, и она фактически была его женой. Она приходила к нему с утра, убирала комнату, выполняла его. Она была интеллигентной женщиной. Она должна была сообщать полиции, что она его обслуживает. Полиция это терпела. Ничего секретного он ей не рассказывал. Она знала, что это корреспондент. А корреспондент у него в чертовой много связей. Он связан с теми людьми, которые японцы. И в министерстве таком-то, и в министерстве таком-то. Везде у него свободный душ. Впрочем, Агнес Ханака была далеко не единственной хорошенькой особой в окружении Зорги. Ему пришлось даже выработать определенный ритуал, чтобы случайно нагрянувшие друзья не поставили его в неловкое положение. Когда в гостях у него была женщина, Зорги зажигал над крыльцом красный фонарь. И даже члены его конспиративной группы Рамзай не имели права входить в этом случае в его дом даже по самому неотложному поводу. Позже, когда японская полиция придет к Зорге с ордером на арест, у него также будет гореть фонарь. Знавшие, видимо, уважавшие подобной традицией Рамзай и японцы терпеливо подождут, пока неизвестное гостье не покинет дом. И лишь тогда арестует советского разведчика. Москва к подобному жизнелюбию своего агента относилась далеко не столь лояльно. А многочисленные застолья и шумные вечеринки, которые Зорге устраивал для своих друзей в конце 30-х чуть ли не ежедневно, доверия к нему со стороны центра явно не добавляли. Одна из таких вечеринок чуть было не закончилась для Зорге провалом. В этот вечер он должен был передать своему радисту срочные донесения в центр. Но вместо этого, прихватив с собой незашифрованный текст радиограммы, отправился выпивать в ресторан. В два часа ночи, когда ресторан закрылся, разведчик решил продолжить дружескую пирушку. Он уговаривает приятелей поехать на квартиру к знакомым, у которых точно есть запасы спиртного, и садиться на мотоцикл. Езда на предельных скоростях по узким улочкам Токио была его страстью. Возле американского посольства на перерез мотоцикла неожиданно выскакивает легковая машина. И советский агент, ломая челюсть, врезается в стену посольства США. У него авария, а у него здесь материалы. Его без сознания везут в больницу, и хорошо, что его сразу не обыскиваются. Ему оказывают помощь, он там через несколько часов находится, очухался, вызвали машину из редакции, где он представлял, и его повезли домой. Мы ему сделали, как говорится, втык. Слушай, Рихард, ты, понимаешь, совсем с ума сошел. Что-то ни в коем случае ты не должен этого было делать. Но он потом послал, что он признает свою ошибку, и таких вещей он больше допускать не будет. Рихард Зорге быстро стал привычной, хотя и неоднозначной фигурой немецкой колонии в Токио. Он прибыл в Японию, имея солидную репутацию специалиста по китайским делам. И рекомендательные письма Карла Хаусхофера, основателя влиятельного немецкого журнала «Геополитика» и одного из ближайших советников Гитлера. Зорге быстро приобрел широкую известность человека, хорошо разбирающегося в тонком, чуждом европейцем мире японской политике. И приезжающие в Токио немецкие чиновники, обращаясь к нему, если не за покровительством, то, по крайней мере, за помощью. Им уже только это и было надо. Под видом светской болтовни Зорге умудрялся узнать немало секретов, интересующих Советскую Республику. Самый главный был вопрос выяснить, куда пойдет Япония на север или на юг. Это была война армии и флота. Армия была за то, чтобы Квантунская армия из Манчжурии сразу же перешла границу, дошла до Урала. А флот говорил, нет, нам сначала нужно завоевать Азиатско-Тихоокеанский регион, Юго-Восточную Азию, выбить оттуда колонизаторов европейских, ударить по Америке. Вскоре Зорге обзавелся настолько влиятельными связями в японском обществе, что многие весьма весомые фигуры начали искать его дружбы, вполне целенаправленно. Его протекция помогла состояться не одной успешной карьере. Оказались среди его друзей высокопоставленные чины Германии. К примеру, полковник Рейсфера, кадровый немецкий разведчик и военный наблюдатель в Японии, Ойген Отт. Прибывший в 1934 году в Токио в качестве военного атташе, в 1938 году он уже чрезвычайный и полномочный посол Третьего рейха в Японии. Рейхард был не только другом германского посла Эйгена Отту, он был секретарем партийной организации НСДАП в посольстве, он писал характеристики на всех германских дипломатов, он был пресс-атташе посольства, хотя представлял собой такую сравнительно либеральную частную газету, как «Франкфуртерцайтинг», но это так авторитетно и в деловом мире, как английский «Файнэншл Таймс». Еще в 1934 году, только приехав в Японию, Ойген Отт познакомил Зорги со своей супругой Хельмой. В ней Зорги с удивлением узнает свою старую подругу, с которой в 1919 году в Германии был Роман. Она была страстно увлечена Рейхардом, тогда еще молодым коммунистом, только организовавшим во Франкфурте партийную ячейку. Сейчас это был совсем другой человек, член нацистской партии, маститый журналист. Судьба свела их вновь, и Зорги не применил возобновить знакомство. Они вместе участвовали в спартаковском движении. Ну и вот здесь такой был момент, может быть, взаимного испуга, поскольку это были, встретились люди, знавшие о прошлом друг друга, которые надо было скрывать. Семь лет спустя выборочная проверка, проведенная японской тайной полицией, принесла улов в виде имен более 30 женщин, прошедших через постель немецкого журналиста. В европейской общине Токио за Зорги прочно закрепился титул «Чертов Дон Жуан». Один из немецких дипломатов, по долгу службы прекрасно осведомленный о взаимоотношениях доктора Зорги и фрау Отт, в своем отчете в Берлин назвал его распутным по весы и авантюристом с блестящим умом и непоколебимым самомнением. Женщин в его разведгруппе не было, но трудно предположить, что он запрещал той же фрау Отт откровенничать с ним о делах своего мужа, когда она приезжала к нему на свидание. По некоторым сведениям, даже гейши доставляли ему информацию, которую он, обрабатывая, отправлял в Москву. Никаких директив специальных, что вот, дескать, у вас там, по этим, вы с женщинами, таких директив не было, и уплёков таких не было. А если он где-то там встречался с женщиной, так мы знали, что это человек, который не забудет, что он противоразведчик. Ойген Отт, скорее всего, догадывался об истинном характере отношений своей жены с Рихардом Зорги. Однако на его отношениях с журналистом это никак не сказалось. Рапорты Отта, составленные с помощью Зорги, неизменно удостаивались самой высокой оценки в Берлине. Вскоре Отт получает должность посла и звание генерал-майора. Это было удачей и для резидента советской разведки. Зорга был очень опытный, очень грамотный, очень культурный, очень эрудированный. Он Японию изучал глубочайшим образом. У него колоссальная библиотека была за эти годы, что он там был. Несколько лет он там был. С 1932 года по 1941 год был там. Вот сколько лет. И он был очень ценным корреспондентом. И он одновременно, конечно, с ведомым нашей службой общался с германским постом Японии. И то, что он считал нужным, сообщал его из своих агентурных данных. Отсюда сложилась легенда, что он работал доверенником, что он работал на нас и на германскую разведку. Версия, что Зорге работал в Японии не только на советскую разведку, имеет под собой серьезные основания. В Москве прекрасно понимали, чтобы завоевать доверие в германском посольстве, надо делиться информацией. И Зорге это делал, получая взамен ценнейшие сведения. В 1937 году резидент просит Центр предоставить ему абсолютную свободу в развитии любых отношений в германском посольстве. И такую санкцию он получает, причем на самом высоком уровне. Правда, это автоматически поставит его в положение неполного доверия. Летом и осенью 1936 года в Токио и Берлине шли активные консультации о создании германо-японского блока. Особое раздражение в Москве вызывал тот факт, что переговоры велись на откровенно антикоммунистической основе. Были уже отчетливо различимы контуры нового военно-политического союза, направленного в первую очередь против стратегической линии Сталина на экспорт коммунизма в Азии. Чтобы больше узнать о новых японо-германских планах, Зорге по заданию Центра переходит к официальному сотрудничеству с германским посольством в Токио. Помогая послу Отту писать какие-то аналитические записки, он давал для Берлина серьезный, лишенный дезинформации материал о Японии, о ситуации на Дальнем Востоке. Вот в этом относительном смысле можно сказать, что ум Зорге какой-то, так сказать, вклад делал в процессы, происходившие в Берлине. Фактически, Ойги Нот переложил на Зорге всю работу по сбору и анализу информации, необходимые для подписания основных соглашений между Токио и Берлином. Он даже выделил на втором этаже посольства кабинет своему другу. 25 ноября 36-го года официальные представители Германии и Японии подпишут антикоминтерновский пакт. Текст этого строго секретного документа за две недели до церемонии подписания уже лежал на столе у Сталина. Основным информатором Зорге о планах японского кабинета министров стал его давний знакомый еще по работе в Китае Хадзуми Адзаки, которому удалось получить должность советника премьера принца Канои по делам Манчжурии. Понимая, что радиограммы с изложением основных положений секретных документов в Кремле не могут рассматриваться как первый источник, Зорге принимает исключительное по смелости решение фотографировать документы. Ни Зорге, ни его руководители в Москве не могли предполагать, что работа группы «Рамзай» будет столь долговременной и столь успешной. До сих пор сохранилось еще бы осторожное отношение к иностранцам. Не случайно иностранный капитал так робко внедряется в Японию. Туда просто невозможно влезть. Это совершенно другое общество с другой алгеброй человеческих отношений. Ну а уж в военные-то годы японцы вообще со средних веков очень умели заниматься шпионской деятельностью над населением. И в Японии близость органов правопорядка и населения как нигде велика. Вопрос о политическом доверии к Зорге возник лишь в 1937 году, когда в органах госбезопасности и военной разведки началась массовая зачистка старых кадров. Второй восточный отдел военной разведки был полностью разгромлен после того, как Сталин заявил, что все разведуправление попало в руки немцев и потребовал распуска агентурной сети. Зорге чудом остался в штате восточного отдела исключительно благодаря своему профессионализму. От него по-прежнему ждут оперативной информации, требует активизировать работу. Однако к началу 40-х центр все чаще дает понять, что не в восторге от работы резидента. Одна из таких телеграмм от начальника разведуправления генштаба Красной Армии, отправленная Зорге в январе 41-го. «Дорогой Рамзай, внимательно изучив ваши материалы за 40-й год, считаю, что они не отвечают поставленным вам задачам. Большая часть ваших материалов не секретна и не своевременна. Считаю необходимым сократить расходы по вашей конторе. Платите источникам только за ценные материалы. Сдельно. Директор». Сталин требовал не комментариев, комментариев мы здесь, сами комментарии, мы комментарии. Мы будем давать оценку, что он там нам сообщает. Мы всю информацию имеем. Нам нужна секретнейшая информация, а он нам посылает свои комментарии. Стоит обратить внимание, что эта телеграмма начальника советской военной разведки была отправлена в Токио в самом начале 41-го года. К этому времени началось активное сосредоточение дивизий Бермахта вдоль западных границ СССР. На Дальнем Востоке части японской Квантульской армии тоже занимают исходные позиции на берегах реки Амур. В этот напряженный момент в апреле 41-го года в Москву после встречи с Гитлером в Берлине прибыл министр иностранных дел Японии Мацуок. Этот визит был подготовлен заранее. Буквально на следующий день в Кремле был подписан пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японской империей. Сталин рассматривал этот шаг как свою личную победу и не скрывал удовольствия. Он даже позволил Мацуоке взять себя под руку для позирования фотографу. Вождь полагал, что в этот день он обезопасил свои восточные границы. Для группы Рамзая это историческое событие также имело свои последствия. Москва решает сократить расходы на его группу. Зорги понимает это так. Либо ему не доверяют, либо в руководство советской разведки пробрались хорошо законспирированные враги. Зорги перестраивает работу резидентуры. Теперь ставка делается на источники, которых используют в темную и совершенно бесплатно. Группе Рамзай долгое время удавалось обеспечивать устойчивую связь с центром за счет того, что радист группы Макс Клаузен установил сразу несколько радиопередатчиков в разных районах Токио. Места выходов в эфир менялись по графику, разработанному резидентом. Как опытный разведчик Зорги понимал, что японская контрразведка перехватывает его радиограммы, которые шли сразу в два адреса. В Висбаден, он же Владивосток, где находился штаб особой краснознаменной Дальневосточной армии, и в Мюнхен, то есть в Москву. Поэтому Зорги принимают нестандартное решение — часть радиосеансов проводить в открытом море. Японская служба радиоперехватов докладывала в полицию о таинственных радиосообщениях. Но кто их передает? Каково их содержание? И кому они были адресованы? Оставалось неизвестно. 1 июня 41-го года Рамзай отправляет в центр радиограмму, в которой предупреждает руководство разведки о начале войны Германии с Советским Союзом в ближайшие дни. Эту шифровку начальник разведуправления положит в папку перечень сомнительных и дезинформирующих сообщений Рамзая. Через несколько дней после нападения Германии на Советский Союз в токийскую резидентуру из Москвы поступило указание связнику военной разведки работавшему в Советском посольстве срочно провести личную встречу с Рамзаем. 2 июля 41-го года Зорги обнаружил в почтовом ящике билет на популярную в то время оперу «Все девушки». Когда Зорги занял свое место в зрительном зале рядом с ним сел незнакомец европейской наружности. Это был советский консул в Токио. Разведчик и связник в лицо друг друга не знали. Они обменялись купюрами в один доллар которые отличались друг от друга на одну цифру. Это был пароль. В одном из антрактов в курительной комнате связник передал Зорги что центр высоко ценит работу группы Рамзай и намерен ходатайствовать перед соответствующими органами о наградах. Зорги слушал внимательно и вместе всем заметно нервничал. Не дав связному закончить он решительно если не сказать гневно заявил мы все коммунисты работаем не ради наград. Как могло случиться что маньяк Гитлер обвел вокруг пальца все советское руководство? Куда смотрели наши военачальники и генеральный штаб? Что со Сталином? Почему он не появляется на народе? Естественно что связник ничего не мог ответить на эти вопросы но об этом инциденте в театре в Москве стало известно уже на следующий день. Но вторую половину августа 41-го года в Токио было назначено совещание высшего японского командования. На повестке дня один единственный вопрос обсуждение срока начала войны против Советского Союза. Адмиралы японского флота практически единогласно решают нападение должно произойти лишь при одном условии когда Советский Союз подобно спелой хурме готов будет упасть на землю. В центр тут же летит донесение Рамзая. Согласно информации полученной Адзаки из военных источников на совещании было решено не объявлять войны в этом году. Повторяю решено не объявлять войны Советскому Союзу в этом году. Это сообщение сразу будет доложено Сталину. Однако все донесения Зорги по-прежнему складывают в папочку с предельно ясным названием перечень сомнительных и дезинформирующих сообщений Рамзая. В измене Зорги подозревали не только в Москве. Активной проверкой немецкого журналиста в это время занимались и в Берлине и в Токио. Причем произошло это почти одновременно по независимым друг от друга причинам. В самом конце 40-го года в немецкую контрразведку пришел запрос на доктора Зорги. Не исключено, что эту проверку спровоцировал сам разведчик, подав личное заявление на вступление в ассоциацию германской прессы. В один из июньских дней 41-го года в этот дом на улице Нагана постучал агент особой полиции Токко. Хозяйкой квартиры была Хана Каиси, гражданская жена Зорги. Полицейский агент предложил девушке работу. За хорошую плату она должна была приносить ему копировальную бумагу, оставшуюся после работы ее друга журналиста. В случае отказа от этого выгодного предложения незнакомец пообещал сделать так, что Зорги навсегда откажется от встреч с ней. Тот, кто придумал подобную комбинацию, наверняка был хорошим женским психологом. Ханако знала, что у Зорги есть и другие женщины. Летом 1941 года полицейский режим в Японии стал жестче. В Токио буквально каждую неделю проводились облавы на иностранцев, большую часть которых после проверки высылали в Китай. Брались на особые учеты японцы, подозреваемые в симпатиях к Америке и к коммунистам. Повальные аресты среди подобных диссидентов привели к потере нескольких информаторов, работавших на группу Рамзай. Зорги чувствовал, кольцо вокруг него начинает сжиматься. Трудно себе представить, как они вообще умудрялись слать свои донесения столько времени в Москву. В последнее время он получал из центра выговор за выговором. Отчеты, следующие за событиями, нас не устраивают. Нам нужна предваряющая события информация. Раздражение и нетерпение Москвы было понятно. Немецкие войска готовились к последнему броску на советскую столицу. 6 сентября 1941 года Гитлер подпишет директиву номер 35 о генеральном наступлении на Москву. Она получит кодовое наименование Тайфун. В это же время в Токио на тайном заседании императорского тронного совета будет принято решение об упреждающем ударе по США. Операция должна была пройти в обстановке полной секретности и внезапно. Уже через неделю Москва располагала информацией об этом тайном решении. На телеграмме Зорге рукой заместителя начальника разведуправления была поставлена резолюция. Это надо крепко проверить. Но на проверку времени уже не было. Буквально на следующий день был отдан приказ о погрузке в эшелоны первых четырех дальневосточных дивизий. А еще через несколько дней уже семь дивизий покинули свои позиции на берегах Амура и практически с колес были брошены в бой под Москвой и Ленинградом. Это последнее что мог сделать Зорге для своей страны. разоблачение наступило после того как пришла из Германии пеленгационная аппаратура совершенная что можно было уже запеленговать передатчик очень быстро. По общепринятой версии именно антиамериканская истерия в связи с предстоящим нападением на Перу-Харбор привела к провалу группы Рамзай. 1 сентября радисты японского дивизиона особого назначения засекли работу неизвестного передатчика. Контрразведки предположили что с обострением отношений между Японией и США активизировались агенты американской разведки. Был сделан еще один важный вывод. Они из числа японцев вернувшихся в последние годы из США. В расставленные сети попал один из главных информаторов доктора Зорги Джо. Его настоящее имя было Мияги Ютоку. Он как раз и попал в группу неблагонадежных. В 1919 году он уехал в США а в 1933 вернулся в Японию как окажется по приказу Коминтерна. И они понимаете сумели через коммунистов вернувшихся из Америки вскрыть связи этих коммунистов японцев которые были в Америке когда-то и еще сейчас находятся там. Они вели разработку. И Мияги попал в группу этих разработок. То есть американского коммуниста японца который вернулся в Японию и живет и работает художником. И он же был связан с главным источником из Оргии. Взяв Джо в активную разработку полиция 12 дней изучала его связи. За домом Мияги установили круглосуточное наблюдение. Каждый шаг одной из ключевых фигур резидентуры фиксировался. 10 октября Мияги был арестован. Причем во время обыска в доме художника полиция обнаружила переведенный на английский язык секретный меморандум японского кабинета министров. В день ареста Мияги попытался совершить харакири. Неудачно. На следующий день после еще одной неудачной попытки самоубийства Мияги признается во всем. Арест Рихарда Зорги вызывает переполох в германском посольстве. Вот понимая, что дружба с человеком, оказавшимся агентом вражеской разведки, полностью компрометирует его, прилагает все усилия, чтобы замять эту историю. Он пытается убедить Берлин, что Зорги стал жертвой интриг японской полиции. Как ни странно, это ему почти удается, несмотря на обличающие Зорги показания членов его группы. И только когда в дело вмешается резидент Абвера на Дальнем Востоке Ивар Лиснер, становится ясно, Зорги агент Москвы. В 5 часов утра 18 октября 41-го года в ничем не примечательный дом по улице Нагасаки в токийском районе Ардзепуху вошли офицеры японской политической полиции Токко. Санкция на арест хозяина дома, немецкого журналиста Рихарда Зорги, была получена накануне, на заседании Высшего Императорского Совета Японии. Насколько непросто было добиться этого решения, говорит то, что ордер на арест был подписан прокурором Токио только после того, как премьер-министр Японии принц Каноэ подал в отставку. Зорги был провален не военной контрразведкой, контрразведка вела работу саму по себе по журналистам, но она его не подозревала, что она же военная разведка, а его арестовала и все дело вела политическая разведка. В течение недели после своего ареста Зорги отказывался давать показания о своей принадлежности к советской разведке. Переломным стал день, когда ему прочитали добровольное заявление Мияги и показания, сделанные другими членами его группы. После того, как дошла очередь до показаний Макса Клаузена, у которого при аресте был найден передатчик и еще не отправленная в Москву шифровка, Зорги неожиданно попросил бумагу и карандаш. Он написал по-немецки. Я был членом Коминтерна с 25-го года. Потом смял бумагу в шарик и швырнул в следователя. Протокол допроса в этот день заканчивается словами, которые Зорги буквально прокричал. Впервые в жизни я побежден. Тюрьма Сугамо, где шло предварительное следствие по делу Зорги, не сохранилась до наших дней. На ее месте поставили памятный знак. Здесь Зорги под давлением неопровержимых улик начал давать неожиданно очень подробные показания с большим количеством имен и деталей. После этого его стали водить на допрос два раза в день, утром и вечером. Лишь два дня за все пять месяцев предварительного следствия Зорги не водили на допрос. Это было 7 декабря, в день нападения Японии на Перл-Харбор и в день празднования нового 42-го года, когда даже полиция отдыхала. На обвиняемого надели большую соломенную шляпу с сеткой закрывавшей лицо. В таком головном уборе по-японски амигасе Зорги напоминал не государственного преступника, а обыкновенного пасечника. Закон был суров. Даже в зале суда никто не должен был видеть лица обвиняемого. 17 мая 42-го года все крупные японские газеты опубликовали официальное сообщение Министерства юстиции о том, что прокуратура закончила расследование дела о международной шпионской организации под руководством Рихарда Зорги. 29 сентября 43-го года Рихарда Зорги и Хадзуми Адзаки приговорили к смертной казни. Их ближайшего соратника Мияги чуть позже убьют в тюрьме. Радисту Клаузену повезет. В 45-м году его освободят американцы и впоследствии он будет жить в ГДР. В то время как Зорги ожидал смертной казни в тюрьме японские спецслужбы обратились к руководству СССР с предложением о равноценном обмене резидента советской разведки. Ответ был коротким человек по имени Зорги нам неизвестен. В то же время Германия пытается добиться от японских властей выдачи своего журналиста. Однако японцы не идут навстречу своим союзникам. Все еще надеясь договориться со Сталиным. Но из Москвы в очередной раз приходит ответ Зорги нам неизвестен. 6 ноября 1944 года в советское посольство в Токио на празднование 27 годовщины Октябрьской революции неожиданно приехал министр иностранных дел Японии Маморо. Он был предупредительно любезен, говорил о дружбе Японии и СССР. Возможно в этот день Зорги предоставлялся последний шанс, но о нем с советской стороной не было произнесено ни слова. В тот же день в Москве Сталин выступая на торжественном заседании в Кремле впервые с начала войны публично назвал японцев нацией агрессоров. На исходе 1944 года когда победа над Германией была не за горами он уже не опасался войны на два фронта. Иллюзия японского правительства о тайных переговорах со Сталином за спинами его союзников 6 ноября окончательно развеялись. С этого момента судьба Зорги которого японцы рассматривали как дополнительный козырь на переговорах с русскими была предрешена. 7 ноября 1944 года в камеру номер 20 на втором этаже токийской тюрьмы Сугамо вошел представитель японской прокуратуры. После формальной процедуры опознания арестованного он сообщил Зорги что приговор сегодня будет приведен в исполнение от вас ждут что вы умрете спокойно. Зорги держал себя очень героически он когда ему уже набросили петлю на шее там никакой табуретки не было просто был квадрат пола который проваливался он крикнул три слова Собьетта Секигун Кёсансюги то есть Советский Союз Красная Армия Коммунизм потом упал кусок пола он провалился туда и доктор констатировал что смерть наступила только через 8 минут удивительной силой был крепость и организм на следующий день короткая телеграмма германского посла в Токио направленная в Берлин подвела черту под операцией Рамзай немецкий журналист Зорге который как ранее сообщалось был приговорен к смерти за шпионаж в пользу Советского Союза повешен согласно информации полученной от Министерства иностранных дел только в октябре 45-го Ханако Исия узнала из газет что ее возлюбленный казнен вместе со сторожем тюремного кладбища она вскрыла шесть безымянных могил в одной из которых были обнаружены останки человека с нестандартным для Японии размером ноги 42-м кроме того у него была вставная челюсть след той самой мотоциклетной аварии которая чуть не привела разведчика к провалу ну и кроме всего прочего неизвестный был похоронен лежа а не сидя как тогда хоронили всех японцев она купила участок земли на кладбище Тома где и похоронила советского разведчика поставив на его могиле скромный памятник сама Ханако Исия умерла в 2000 году прожив 89 лет она захоронена здесь же рядом с возлюбленным которого считала своим мужем этот строгий памятник из черного гранита появился на могиле Зорги 20 лет спустя «Кратка» «Крепка» «Крепка» «Но на кладбище» с перерывном Продолжение следует... Ходили слухи, что Зоргия жив и здоров и живет в Советском Союзе.